Привет, привет, уважаемые звуколюбители! Сегодня я предлагаю вам сравнить модели Teddyfire MR5, ставшие популярной последние месяцы и давненько уже не встречавшиеся в видео обзорах модель Air Pulse A100 от Филла Джонса. Это уже третье у меня видео подряд посвящено сравнению двух и трехполосным акустическим системами. Мне это нравится, потому что это говорит о том, что люди пытаются аналитически предвосхитить создаваемый звуковой баланс акустической системы той или иной конструкции, ищут различия в конструкции, которые приводят к искомым, скажем, нюансам звучания, которые они ищут, и, видимо, они могут найти, я так понимаю. Это хорошо, потому что это позволяет покопать, пообсуждать, продвинуться в понимании каких-то процессов. Итак, от Филла Джонса модель A100 двухполосная, маленького калибра, но зато с ленточными твиттерами, которые, ну, якобы, закрывают вопрос сверху, делают звучание, ну, по тем деньгам сколько стоит эта акустическая система максимально высоким качество звучания. Ну и остальное, то есть, басовый динамичек, он сам как бы произведение инженерной мысли в лаборатории Филла Джонса, он сам бас-гитарист, музыкант, он знает толку в басе и пытается с каждой новой моделью выкопать, достать бас из динамиков маленького калибра, что невероятно тяжело. Согласитесь, от большого динамика получить густую басовую подачу легче, чем от маленького. Многие считают, что это вообще невозможно, но я не отношусь к таким категорически настроенным людям и считаю, что бас, ну, в наушниках в частности, он может быть во вкладышах и не по-детски совершенно не могут лупить по барабанной перепонке. То же самое примерно происходит и с излучателями того или иного калибра. При этом просто чувствительность системы падает, но при этом, если она примет большую мощность, что позволит в нее вкачать кучу энергии, она достигнет звуковым давлением, ну, каких-то искомых желаемых вами величин. Приемлемых, скажем, для применения в качестве настольной акустической системы или даже компонентной комнатной акустической системы. В худшем случае можно добавить савуфер. Кстати, его можно добавить к обеим этим системам без проблем и получите букетик совершенно иного свойства. Однако, в конкуренте модели от Edifier MR5, трехполосной модели, напомню, что это твиттер, это среднечастотный динамик, который скорее все-таки правильнее будет назвать мид-басом, и басовый динамик, который сокрыт внутри в оформлении банд-пас и обеспечивает самый нижний регистр, то есть до 150, по-моему, герц, я уже не помню, можете еще раз посмотреть. Впрочем, кто интересуется этой моделью, кто взялся смотреть это видео, знает параметры этой системы. Я не хочу повторяться, чтобы не занимать ваше драгоценное время. Итак, савуфер обеспечивает самую нижнюю басовую основу, на которой лежит музыка, что лично я очень люблю. Мид-бас облегченный, освобожденный от необходимости в поршневом режиме вкачивать энергию, на нее накладывается среднечастотное колебание, и таким образом ни нашим, ни вашим получается, и эти низкочастотное колебание перегружены еще какими-то несвойственными, как бы и звуком диафрагме, и на средних частотах, с удивлением, среднечастоты смотрят на то, как диафрагма отрабатывает какой-то большой ход. Согласитесь, что в положении плюс x, x, то есть 10 миллиметров, и минус x, минус 10 миллиметров, это по-разному будет звучать, один и тот же звук на средних частотах. Но иначе никак, так устроена, в частности, басовая машинка здесь. Это очень важно понимать. То есть, что плохо в двухполосном дизайне? То, что этот динамик басовый отрабатывает весь спектр частот, вплоть до передачи твиттеру сибилян каких-то, то есть практически весь музыкальный контент, вместе с бас-бочкой и нежными трелями там, ну, скрипочки, предположим. Ну вот. То есть, понимаете, как компромиссов целые, нерешаемая компромисс. То есть, нерешаемая, но в худшую сторону. А вот если освободить этот же динамик, дать ему диапазон до 400 герц, например, он чётенько отработает бас-мид-бас, ну, как сможет по габаритам, по организации фазоинвертора, резонатора в этом случае. Или если у него отрезать 200 герц ниже, дать ему всё остальное, он-то воспроизведёт среднее частото неплохо, но он на резине, он длинноходный. Ему свойственно этот самый длинный ход. Он мощность, громкость достигает с помощью хода вовсе не более нежных каких-то телодвижений, назовём это так. То есть, получается, ну, вы, наверное, заметили, что на базе 6-дюймового динамика, 6,5-дюймового динамика, средние частоты звучат более музыкально и мелодично, чем на базе 8- или 10-дюймового динамика. Вот взять такой 10-дюймовый динамик, басовый, допустим, он может работать как средний частотник тоже, между прочим, и попросить его спеть вот так, мой голос воспроизвести, это где-то от 150 до там 300 герц, предположим. Ну, он с удовольствием это сработает. Также он сработает с удовольствием 40, 50, 60 герц бас-бочку, 80 герц, 70 герц, всё отработает. Но если всё это соединить на нём месте, он будет влажать как в том регистре, так и в этом. То есть, голос мой будет искажён вот этими ненужными бас-бочками, и бас-бочку с удивлением подумает, что это мурчит ещё там повыше. Короче говоря, получается, что достижение более высокого качества звучания в моделях, в частности, простейших, кем является вот эта мультимедиа, достигается разделением задач. Да, хотел привести аналогию, но больше они всем понравятся, что если в браке вы чего-то не имеете, можно делегировать эти опции, функции кому-то другому. Цинично довольно, но абсолютно рационально. Но при этом, в плане колонок, вот та самая мысль, которую я уже третий выпуск подряд толдычу, на разные лады пытаюсь разными словами вам донести. Ну, вы всё это понимаете прекрасно, что организация три полосы вместо двух полос влечёт за собой ещё одну сшивку. Это кроссовер, но в этом случае кроссовер организован цифровой, и в этом, кстати, тоже. То есть, тут две полосы, тут три полосы делятся. Ну, может быть, 20 полос, это вообще не имеет никакого значения. В моём случае, когда я пассивную систему рассматривал свою, кроссовер в пять раз дороже для трехполосной системы, чем для двухполосной, а в качестве, в смысле цифрового тракта, это практически ничего не стоит, предположим. Ну, стоит динамик излучатель, который вы вводите дополнительный, и обвязка, там какие-то корпусные компоненты, которые тоже могут стоить денег, но это совершенно не те деньги, которые могут потянуть разделение полос. Но главная гадость, которую приносит третья полоса, это лишнюю сшивку, причём, как правило, в очень чувствительном диапазоне. Вот это вот ключевой момент. То есть, вот если здесь это решено оригинально, там на 150 герц, по-моему, ещё раз я забыл, по крайней мере, в прототипе, в моём ланже было именно так, то туда не копают практически мужские голоса, даже трек Магомаева, записанный в новом наборе треков, не цепляет, вы можете послушать, как, я не знаю, но вот им как-то это удалось, не цепляет. Возможно, высокая крутизна фронта, которая отрезает сабвуферный динамик здесь, вот этого мужского голоса не позволяет этому произойти, но это самое противное, что может быть. Вот, кстати, здесь это будет обязательно. То есть, он будет басить, подгуживать на мужских голосах, которые в районе 100 герц находятся, потому что это часто очень критично. И так вот, если сделать сшивку где-то выше, ну, как в трёхполосных системах обычно это бывает, допустим, 500-600 герц, 400 герц, 700-800 герц, неважно. В этом диапазоне очень слышно происходит вот эта вот сшивка динамиков и передача звука от одного динамика к другому, потому что они разного размера, как правило, разных соотношений BL к подвижной массе системы. И слышно просто, как изменяется звук с повышением тона, с прохождением вот этого рубикона между полосами. И, кроме этого, страдает фаза, безусловно, и тотально. Короче, вот это вот самая большая неприятность, которая сопутствует трёхполосным системам, двухполосных этих систем, этого нет, но динамику воспроизводят два регистра, вообще противоречащих друг другу, с требованиями к излучателю, противоречивыми. И вот это самая большая противность во всей этой истории. Ну и получается, что хорошего качества звучания, высокого качества звучания, здесь достигается за счёт применения более дорогого, хитро сделанного басового динамика от Филла Джонса. Он, кстати, свои... Он делает комбики для бас-гитары, в частности, разрабатывает и продаёт. Так вот, у него основное направление этой деятельности, он создаёт их не на одном большом излучателе или там четырёх, как четвёркорезовых, допустим, в маршал, а на несколько маленьких четырёхдюймовых динамиков. Он считает, что каждый из этих динамиков имеет, опять же, более высокое соотношение BL к массе подвижной системы и, то есть, более шустрое, при том, что это и басовый регистр, но всё равно там это надо, вот для бас-гитары, для щипка, для лупка это надо обязательно. Он, опять же, как бас-гитарист, это знает лучше других, вот. И, то есть, он очень любит эти вот маленькие излучатели и уделяет этому всё своё время рабочее. Нет, просто знаю, не рассказывал. Да. Здесь этого нет, но есть другие баги. То есть, видите, тут одни баги, тут другие баги. При этом эта система всё-таки является более полноформатной, потому что у неё более низкая настройка за счёт применения отдельно выделенного сабвуферного звена. Здесь сабвуферного звена нет, поэтому тут сюда лучше подключить сабвуфер. При этом хорошо бы, если бы что-то отрезали, с которой сабвуфер не у вас выше, ниже, которая в диапазоне сабвуфера работает. И получится такой себе трифоник классный. Здесь трифоник уже практически организован. Кроме того, есть выход для подключения активного сабвуфера. Можно подключить ещё один сабвуфер, но это для басофилов. Понимаете, при расстановке в комнате может оказаться, что вот этих сабвуферов реально не хватает. И тогда маленький, даже такой, как у меня, вот этот вот там Ямаха какая-то, выручит отца русской демократии. А к этому, так или иначе, можно подключить сабвуфер. Опять же, если расстановка покажет вам, что баланс снизу недостаточен. При этом вы идёте на огромные потери в достоверности звучания. У вас появляется и подгуживание, и гул, и нехорошая сшивка вообще никак не организованная практически. Даже если подрезается там что-то где-то, всё равно по фазе она будет однозначно не согласована. Потому что на разных частотах она будет по-разному меняться. Поэтому идеально согласовать сабвуфер с колонками теоретически даже невозможно. Ну, зато и работает он не всегда, кстати. На большом проценте музыки сабвуфер вообще не включается, потому что там нет контента ниже 100 Гц, предположим. Там 80 Гц, предположим. Да. Да, надо ещё, я вам хочу показать, как организованы резонаторы этих систем, кто же из них копает глубже. Для понимания настройки фазоинверторов, резонаторов этих акустических систем, давайте проанализируем кривую импеданса буферов, именно низкочастотных динамиков. Вот перед вами MR5. Напомню, что это сабвуфер в оформлении Bandpass. А вот это вот кривая импеданса буфера А100 двухполосной, напомню, модели, у которой небольшой буферочек выполняет задачи и басового драйвера, и среднечастотного музыкального качественного излучателя. Итак, давайте сложим эти кривые и сравним. Вот такая картина получается. Значит, А100 настроен примерно на 64 Гц, я так думаю, а MR5 на 55 Гц, предположим. Не такая прям фатальная большая разница, поэтому басовые способности обеих моделей следует определить всё-таки на слух в контексте всего баланса, которые создают колонки той и другой модели. Ну, этого следовало ожидать, поэтому предлагаю послушать на моём старом наборе треков сравнение этих двух систем. Напомню ещё раз, что звук будет нормирован по пикам. То есть, одна модель может звучать, допустим, тише, другая громче. Почему? Потому что, если выровнять по пикам, то та модель, которая пики отрабатывает лучше, будет звучать что? Тише. А та, которая тупо обрезает эти пики, не воспроизводит. Так будет звучать громче, тупее, дубее и дешевле. Вот такие дела, дорогие мои. За всем прощаюсь. Ауфидер Зейн, до следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА